Звуки музыкальных инструментов народов мира Это кадры первого фестиваля спиритов тенгри в Казахстане. Тогда зрителям пришло немного. Сегодня праздник этномузыки посещают тысячи. Девиз фестиваля – музыка должна объединить людей. Год за годом география участников расширяется. На территории Евразийского континента существует огромное наследие музыки, которая является наследием культуры Великой Степи. Наша задача – возразить эту музыку, дать возможность музыкантам, играющим в этом стиле, подняться на большую сцену. Поэтому фестиваль «Де спиритов тенгри» преследует цель стать одним из самых крупных фестивалей в этом жанре музыки во всем мире. Юбилейный фестиваль собрал в южной столице Казахстана 14 коллективов. В репертуаре каждой группы – народные мелодии в современном ее звучании. В музыке нет философии. Музыка приносит любовь, музыка объединяет. Музыка – это то, что объединяет сердца людей, это то, что делает мир во всем мире. Потому что на одной сцене у нас сегодня будут выступать, сами знаете, разные народы, разные этносы. И они творят музыку, они творят добро. И люди приходят и продвигаются духом патриотизма, духом мира. Ансамбль «Туран» – симбиоз всех жанров традиционной казахской музыки. Они используют старинные инструменты и применяют технику горлового пения. Наша музыка, она не совсем казахская, не совсем современная. Она берет свое начало из древних времен тюркской цивилизации. Поэтому, когда вы слышите эти звуки, вы можете услышать какие-то интонации шаманской музыки, интонации тенгрианства. Большинство инструментов наших являются шаманскими инструментами, которыми когда-то лечили людей. Поэтому вот это вот ощущение транса определенного. Подавляющее большинство наших произведений исполняются на казахском языке. То есть язык не совсем понятен для всех, например, тем же французам или же тем же американцам. Но когда мы исполняем наши произведения в той же Америке или в той же Франции, ощущения у всех зрителей одинаковые. То есть они даже не понимают языка, они понимают музыку. Тенгри – главное божество тюркских народов. По легенде, обитала на горе Хантенгри в восточной части Тиньшанских гор и отсюда управляла миром. У человечества одна история и общие предки, уверен фронтмен венгерской группы Киркешбэнд Жомборфехер. На тенгри его команду из года в год так и тянет. Я сделал ДНК-тест и оказалось, что мои дальние предки родом из этих мест. Они жили в районе где-то между Алматы и Бишкеком. Это около 200 километров. Я чувствую, что мне надо сюда. Мы говорим на разных языках, но история общая. У казахов и венгров общие истоки, продолжает Жомбор. Венгрию населяют потомки мадьяров – скотоводов, кочевников, которые когда-то проживали и на территории современного Казахстана. Не случайно многие слова в родном языке Жомбора имеют тюркские корни и даже музыка похожа. Каждый инструмент – это голос. Например, звук флейты можно сравнить с пением птиц. Это очень мягкий, красивый звук. И я хочу поделиться этим с вашей публикой, поговорить с ней на языке музыки. Где музыка, там и живопись. В своем перформансе казахстанская художница Асоль объединила четыре стихии – огонь, воздух, воду и землю, которым поклонялись наши предки. Перед началом каждого дела традиционно жгут священную траву – адыраспан. Считается, что ее дым отгоняет злых духов и благословляет на доброе начинание. Животное, которое Асоль написала водными красками – волк. По преданию, он спас тюркский народ от гибели. Мы в прошлом все язычники, и это же разговор как будто бы с природой, мы должны всегда слушать природу. И поэтому я с радостью согласилась поучаствовать в этом фестивале, потому что я тоже все люблю, что связано с природой. Я люблю элементы солнца. Ну, что тут говорить? Я художник, который любит красоту. На фестивале «Спиритов Пенгри» представили и кухни народов стран-участниц. От летнего зноя спасает освежающий иранский чай из фиалок и лепестков роз. Выглядит он вот так, он насыщенного розового цвета. Давайте покажу. Здесь уже я налила щербе. Розовая вода. Розовая вода тоже привезенная, кстати, с Рана. Добавляем буквально немного. На основе айси у нас идет лимон. Там немножко розовый. Примерно вот так это выглядит все. Казахстан представил новый старый напиток кумыса. Вот только традиционного белого мы не увидели, потому что здесь его решили осовременить. Мы немного переосмыслили, подумали, как он может сделать безалкогольным и сделали вишневый кумыс. Не буду вдаваться в технические подробности. В общем, мы его осветляем, фильтруем и получается безалкогольная жидкость под названием вишневый кумыс. Пока на сцене выступали грузинские музыканты, в палатке готовили традиционные хинкали. Не очень тонкая, потому что если тонкая будет, она порвется, лопнет и так далее. А толстая, ну, неприятно, когда тесто кушаешь. Надо, конечно, чувствовать вкус мяса. Чтобы гости не слишком увлекались едой, организаторы устроили ярмарку. Здесь и национальные наряды, фигурки, изделия из глины, кожи, керамики и дерева. Все – ручная работа. Вот красотка зашла. Мы тут же подобрали то, что необходимо лично для нее. Мам как? Не, я обожаю чокер отлично. Давно искала такой. Ремесленники предлагают гостям фестиваля уникальные вещи в национальном стиле, которые подчеркнут их индивидуальность. Даже мне нашли. Вот шрайбикус чистейший. Все необходимое, все документации. А можете показать, что там внутри есть такого прям? И все это тоже натуральные материалы, да? Натуральные, пренатуральные, да, буйвол, все под соточку отдельно, под заначеньку, все как надо, в традиции. Что еще объединяет народы? Головные уборы. В Центральной Азии это тюбетейки. Они и красивые, и практичные. Можно носить круглый год. Все думают, войлок – кошмар, это жарко, это невыносимо. А на самом деле, наоборот, войлок одеваешь, он не пропускает жару, и тело комфортно себя чувствует в войлоке. Для моей головы эта тюбетейка, по-моему, не подходит. Юбилейный фестиваль посвятили памяти его основателя, журналисту Батуру Козыбаеву, который сумел превратить небольшое мероприятие в международный фестиваль, который входит в четверку крупнейших фестивалей современной этномузыки в мире. Субтитры создавал DimaTorzok